Хабирова не было в республике 10 лет. Многие уже забыли, чем он занимался до того, как уехал из Уфы, а некоторые и вовсе о нем ничего не знают. Кто же ради Хабиров на самом деле? Кем он был в Уфе? Чего добился в Москве? И почему вернулся? В этом ролике мы расскажем 7 главных фактов о врию главы нашей республики. Поехали! Карьера Хабирова пошла в гору в 2002 году, когда он стал директором института права в Башкирском государственном университете. Именно при Хабирове в этом вузе растяло взяточничество при поступлении в вуз. В 2003 году Хабиров, благодаря своей супруге, перешел в администрацию президента Башкортостана Муртазы Рахимова. С этого же времени стали всплывать случаи продажи мест депутатов в Краутае республике и в Госдуме. Во время выборов в 2003 году типографии, которая подчинялась управлению делами администрации президента Башкирии, обнаружили тысячи бюллетеней. Работники типографии дали показания. Заместитель прокурора республики Владимир Крыстылев рассказал, что все это было сделано по заказу главы президентской администрации Радия Хабирова. В 2005 году вместе со своими подельниками, начальником управления по связям с общественностью Ростиславом Мурзагуловым и юристом Александром Сидякиным Хабиров организовал референдум с лукавой формулировкой. На этом референдуме люди, сами того не понимая, проголосовали за отмену прямых выборов мэров и глав районов. А Ростислав Мурзагулов, рассказавший об этом в своей книге «Бабайся о Руси», отметил, просто работа была такая. В 2008 году Хабиров был обвинен в сокрытии доходов и недвижимости, на что его босс Муртазар Ахимов сначала закрывал глаза, а потом, когда узнал, что Хабиров метят на его место, испугался и дал отмашку завести уголовное дело на своего назначенца. Так, с волчьим билетом, окольными путями и на чужие машины, Хабиров и уехал в Москву, где его взяли на работу жулики и коррупционеры из Кремля. В 2011 году в Москве Хабиров не отступил от принципов молодежной ОПГ, руководителем которой, со слов Мурзагулова, он являлся. По мнению Михаила Прохорова, Хабиров захватил партию «Правое дело». Это неудивительно, ведь, как видно из книги Мурзагулова, у Хабирова уже был опыт захвата регионального отделения КПРФ в Башкортостане. В 2014 году состоялся референдум о присоединении Крыма к России. В организации этого референдума принимало участие Кремлевское управление по внутренней политике. Замглавы Меджлиса, крымско-татарского народа Нариман Джилиалов, сказал изданию «Слон», что слышал имя Хабирова в контексте подготовки референдума. А спустя год, 13 марта 2015 года, Хабиров был награжден Орденом Республики Крым за верность долгу, за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность и личный вклад в укрепление единства, развития и процветания Республики Крым. В 2017 году Хабиров стал мэром Красногорска, где он начал запрещать митинги и преследовать местных активистов. 25 незаконных отказов, представление прокурора мы преодолели, которое Хабиров, кстати говоря, так и не исполнил. 8 судебных решений в нашу пользу принято Красногорским судом, и вот, наконец-то, Красногорская администрация сдалась. Один из замов Хабирова, Дмитрий Сергеев, был уволен по представлению прокуратуры за сокрытие доходов и имущества, а другой зам Хабирова, Дмитрий Феоктистов, арестован по подозрению в получении взятки. Трудно поверить, что замы воровали и брали взятки без ведома молодого дарования, как писал о Хабирове Мурзагулов. В завершение добавлю, как бы ни нахваливал Мурзагулов Хабирова, этот с его слов руководитель молодежной ОПГ, фаворит, политвизирь и главный нукер Бабая, неглупый и амбициозный самец, такой же жулик и вор, как и тот, кто его назначил. Хабиров не поддерживает демократические ценности, не приемлет критики и общественного мнения. А все, чем он занимается, это собственный пиар и продолжение политики Кремля. Я знаю, где деньги взять, вообще на самом деле. Если вы согласны с нами, помогите распространить этот ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.